Всего по Панфиловскому району насчитывается 128 скважин, которые вполне способны решить проблему с водой и покрыть бытовые нужды населения. Однако многие из них после распада Советского Союза остались без внимания. На протяжении 30 лет они находились в нерабочем состоянии. Эти скважины были построены и выбурены еще во время Советского Союза. И с тех пор они в заброшенное состояние пришли, потому что раз государство не пошло, они как неликвид остались. В прошлом году, если бы эти скважины были, нам не было бы проблем, проблем даже не было бы, чтобы не хватило воды. На текущий момент на скважине 52-30 проводят ремонтные и восстановительные работы. Также в Круппельдокском аелок-мойту будут прокладывать линии электропередач и устанавливать трансформаторы. В прошлом году из-за маловодного сезона и засухи самый крайний район Чуйского региона остро нуждался в воде. Поливы там проводились с перебоями. Поэтому ремонтно-восстановительные работы ирригационных сетей начались еще в прошлом году. «Мы планируем завершить полностью и чистку, и ремонт межхозяйственных сетей к началу сезона подачи поливной воды. На территории района имеются также внутренние каналы протяженностью 462 километра. Из них 114 километров нуждаются в срочной очистке. На сегодня они очищены на 95%. Общая площадь пахотных земель Панфиловского района – 28 449 гектаров. Протяженность межхозяйственной сетей 125 километров. Имеется 195 гидротехнических сооружений, 87 гидропостов и 7 водных бассейнов». «В текущем году мы хотим провести ремонтно-восстановительные работы на территории четырех скважин. Местами чуть выше будет проведена механизированная чистка и капитальный ремонт Бесеир-Джаилма. А также хотим забетонировать более одного километра канала Р-2». На ремонтно-восстановительные работы району было выделено 7 миллионов 228 тысяч сомов. Для того, чтобы в текущем году урожай у местных выдался богатым и не было никаких проблем с поливом, местные власти довели все соответствующие работы на 90-95%. Салима Дюшимбекова, Джума Баисман Алиев, СТВ, Панфиловский район.